Итак, всех приветствую. Ну что, мы наконец-таки найдем Дан Роуз, но тут более чем очевидно, где она находится, с учетом того, что нам сказали, что это секция там. Вот это все, так что есть подозрение, что мы идем просто на кладбище. Ладно, давайте разбираться. Сначала вылез, и я догоню. Что у нас тут? Большие вагинские лебеди. Не только бессмертный символ нашего города, это живые и хрупкие существа. Пожалуйста, не кормите лебедей. Неправильное кормление может привести к их заболеваниям и даже смерти. Как я умудряюсь в такое выляпываться? Что у нас тут? Эти руины? Прямо средние века или вроде того? Какая тут зловещая атмосфера. Не бойся, Кейт Уокер. Солнце садится, и ты одна в заброшенном месте на джибе. Статистически маловероятно, что ты встретишь вообще кого-нибудь, хоть злодея, хоть нет. Спасибо, Оскар, но сделай одолжение. Перестань меня утешать, ладно? Как скажешь, Кейт Уокер. Так, а какая там секция? Что-то 8... 08А, по-моему. Мрачно. Какое жуткое место. Кажется, о боже, Дана. Что такое, Кейт Уокер? Это место, это... это кладбище, Оскар. Наверное, Дана... О боже, она... Не торопись делать выводы, Кейт Уокер. Нужно найти то место, о котором сказала полковник Блейк. Секция О-8. Да, я... Ладно, пошли. Ух ты, я даже... Боже мой. Я даже запомнил секцию почти правильно. Кладбище? Боже мой. Здесь не пройти. Надо найти обходной путь. Секция Б. Непонятно. А это значит, что мы в сторону А придем или в сторону С? Вопрос хороший. Ну-ка, там что такое? Тут чего-то не хватает. Очевидно, ручки не хватает. Камень я вам дам. Понятно. А рычаг не дам. Давайте немножко назад вернемся. Посмотрим, куда вот этот поворот идет. Невозможно прочитать. Секция Д. То есть нам нужно идти туда, назад. И там должна быть А. Хотя почему, если там А, Б, то должна быть С. А, ну С там лежит, ее прочитать невозможно. Логично. С, Д, все, сложилось. Так, немножко назад вернемся. Там можно еще пройти дальше по дорожке. Нет, нельзя. Окей. Тогда спускаемся. Вообще, судя по всему, локация какая-то не очень большая. Надпись почти стерлась. Секция G. Туалет. Могильщики, видимо, хранят тут свои инструменты. А, это сарай. Неловко вышло. Нужен ключ. Впрочем, на вид он хлипкий. Нужен ключ. Впрочем, на вид он хлипкий. Давайте еще пройдемся. Все поросло. Забор снесло. Что у нас тут? На табличке? Секция ОК. Ага, секция ОК. Но это мы далеко зашли уже. Пока подниматься не будем. Тут еще внизу есть что поисследовать. Здесь невозможно пройти. Нужен другой путь. Не сюда. Нужна подсказка. О, господи. Какая тебе подсказка нужна? Ну, серьезно, что ли? Ладно, идем на лестницу, которую мы тут... Где она? Вот тут снизу. Ну, начнем, наверное, с конца отсюда. Тупик. Надо вернуться. И постепенно будем идти. То есть, в середину так не очень удобно начинать. О, мы уже нашли, что ли? Так быстро. Блин, я табличку не нашел еще с меценатами или с кем-то. Черт. Анна Роуз, 38-й год. Ушла в лучший мир. О, нет. А, нет. Я табличка. Ар, нет. А-нет. Субтитры сделал DimaTorzok Что? Что случилось? Субтитры сделал DimaTorzok Ну а потом? Дана стала бесплодной из-за осложнений при родах Она пробыла в санатории ещё несколько месяцев Она была опустошена, бедняжка Вот как она пережила погромы Да, но опасность не миновала Так что случилось потом? Да, она потеряла всё Родители, ребёнка, Леона Думаю, не будь там тогда меня, она бы сдалась Но мне надо было в Лондон Меня тогда пару раз в год звали на разные выставки Так я могла докладывать секретной службе Не вызывая подозрений у коричневых теней И я взяла её с собой, чтобы спасти Блин, а как назад-то вернуться? Я, получается, провалил задание? Чёрт Так, надо подумать Я посмотрю сейчас, может что-то с этим сделать можно Фух Ну, в общем, безумно повезло Оказывается, в папке с сохранениями у игры есть Бэкап сохранения Ну, типа предыдущая точка И поэтому я эту могилу просто сейчас трогать не буду И всё, я нормально всё-то исследую Будет несчастье Я ещё с самого начала игры хотел бэкап сохранения делать Чтобы вот не вляпаться в такую тупую историю Но чё-то я каждый раз играю только в обед на работе И вот всё, руки не доходили Нормально это всё сделать как-то Ну, в общем, лень поставила меня в позу, так сказать Нашла, молодец Найти табличку с меценатами Ну, вот давайте её искать Заодно у нас там и без этого есть чё Поделать там Это куда? А, понял Непонятно Точно не здесь Ищем дальше Такой старый Этому кладбищу несколько веков Наверное, могильщики забыли Киркаток Возьми её, сломаем Замок В чём проблема? Невозможно прочитать Чё-то я запутался Точно не здесь Запутался немного Ищем дальше Где мы вообще? Не сюда Нужна подсказка Да не нужна тебе подсказка, не ной Секция F Ну, ворот какие-то А, я понял Но здесь у нас ещё нет рычага этого Чтобы там что-то открыть и посмотреть Ну, мы пришли отсюда Ясно То есть это не от ворот Всё-таки там от тумбочки этой Это кладбище как лабиринт Ещё и ужасно запущено Если хочешь, Кейт Уокер Ты можешь оставить меня у карты кладбища Я буду подсказывать Ничего себе Такое можно Кирка, так Ты кричать будешь? Хорошо, зови меня Если будет нужна подсказка Мне нужна помощь Хорошо, тогда Хм Забавно Ну, давайте так пока оставим Пойдём эту табличку меценатскую искать Мне сначала показалось Думаю, что с меценатами Думаю, может, с цементом Потом такой, думаю На хера здесь цемент вообще Надпись почти стёрлась Есть такое ощущение, что вот следующая локация, где мы будем играть Там у нас будет возможность переключаться между временными промежутками Ну, то есть мы там будем в этой больнице играть, переключаться на это кладбище Ну, скорее всего, как-то так Потому что если у нас В тростепенное здание сразу не провалилось То, ну, в общем Возможно, как бы есть шанс там всё это разрулить Не сюда Нужна подсказка Ты можешь сказать, где я? Долг зовёт Снова Секция О Та, до которой надо добраться Кейт Уокер Здесь невозможно пройти Нужен другой путь Так, ну вот это секция О Торопиться здесь кликать на эту могилу всё-таки не нужно М-м-м-м На этом не смотрели Я тут уже всё смотрел Тихо Опа Точно не здесь Ищем дальше Как вернуться туда, как было Тут не пройти, она сейчас Да, да, да Нужен другой путь Невозможно прочитать Не сюда Нужна подсказка Секция Ф Ну вот мы опять в секцию Ф пришли Да, бля Да, бля Ну, собственно, да И снова у нас круг вышел Я могу сориентироваться по указателям Или по плану кладбища Спасибо за это Оскару Блин, да где же эта табличка-то запрятана Я найду эту табличку Ничего не знаю Ещё бы она не убегала от меня лишний раз Потому что камера, конечно, вообще волшебная Тут Добавить нечего Кульбиты, которые камеры выписывают Напоминают мне Сайлент Хили на Плейстейшене Секция Кей Могильщики, видимо, хранят тут свои инструменты Я могу сориентироваться по указателям Или по плану кладбища Спасибо за это Оскару Немножко назад вернёмся Попробуем пройти по этому маршруту Так сказать Под другим углом О, ещё какая-то табличка Секция Д Это С Невозможно прочитать Туда не пройти Непонятно Секция Б Ну Секция Ф Такой старый Наверное, могильщики забыли Надпись почти стёрлась Да я уж всё тут перетрогал Где эти таблички меценатские? Да чтоб им пусто было Там дальше это уже это идёт Стой ты Сюда мы вроде не поднимались ещё Ну-ка Секция П Да В секции П Мы не были ещё Всё что ли? Больше ничего Вот только ради одной точки Интереса Ну По-любому я здесь Смогу выполнить Второстепенное задание Давайте Смотреть Что тут можно потрогать Вот по-любому Она короче Я узнаю здесь Некоторые имена Очень интересно Но мне нужно вернуться К своим делам Очень интересно Лени Понятно Наши щедри меценаты Ну вот всё Ай да мы Ай да мы Зафаршмачились Сначала Всё поправили Быстренько Так ещё и Выполнили Но Всё Теперь можно Идти трогать Могилу И смотреть Что у нас там дальше По сюжету Всё Давайте это пропустим Да она Жила в Лондоне Примерно 6 лет Я нашла Ей жильё И устроила К себе На службу У неё Не было Семьи Не было Друзей Считай что И жизни Всё своё время Она проводила В кабинете Боролась С теми Кто отнял У неё всё Она быстро Продвигалась По службе Скоро Она была Среди тех Кто Координировал Группы Сопротивления В оккупированных Странах Европы Так Дана Соберись Адмиралтейство Приказало Отметить силы Противника На карте По их отчётам Вот дела Ну давайте Решим Эту головоломочку К сожалению Надо будет Заканчивать Слишком много Времени ушло На всякие движухи За кадром Наша разведка Подтвердила Что в Бельгии По прежнему Находятся Две танковые дивизии Внимание Ещё одна танковая дивизия От Блавгавр Управление Специальных операций Доклад агента Б По заданию Вырезан Цензурой Изучение Перемещения Вражеских войск И расположение Зенитных батарей Обстановка На западном берегу Франции Обнаружены Две зенитные батареи Близ Дувра Танковая дивизия Выходит из Шербура Чтобы достичь Зенитной батареи У Бреста Зенитная батарея Близ Канта По прежнему активна Что ещё тут В общем Вот да Их тут нужно На карте Поотмечать Ну давайте Ещё раз Наша разведка Подтвердила Что в Бельгии По прежнему Находятся Две танковые дивизии Ещё одна Танковая дивизия Отбыла в Гавр Бельгия Ещё одна Отбыла в Гавр Так Обнаружены Две зенитные батареи Близ Дувра Ну так Наверное Потому что сюда Две-то поставить нельзя Допустим Танковая дивизия Выходит из Шербура Чтобы достичь Зенитной батареи У Бреста Шербура Чтобы достичь Бреста Там-то он на воде Она её на воде Ставит Ещё раз Танковая дивизия Чтобы достичь Зенитной батареи У Бреста Зенитная батарея У Бреста Зенитная батарея Близка Она по прежнему Активна Ну Либо я что-то Неправильно Поставил А Вон тут Всё-таки Ещё с одной Взаимодействовать Можно Я её Сфоткаю Наверное Чтобы просто По 20 раз Туда-сюда Не бегать А то это Крайне неудобно Так В Северном море По-прежнему Действует Подводная лодка Две из трёх Подводных лодок Расположены В Кельском море И отбыли в Шербур Подводная лодка Вышла из Шербура Чтобы встретиться С лодкой Действующей У Бреста В Северной Атлантике Так В Северном море Субмарин Две из трёх Подводных лодок Расположены В Кельском море А это Ирландское море Подождите Две из трёх Подводных лодок Расположены В Кельском море И отбыли В Шербур Ну да 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 Всё правильно То есть две Их было три Одна осталась Две отбыли В Шербур То есть Вот одна Здесь Одна здесь Подводная лодка Вышла из Шербура Чтобы встретиться С лодкой Действующей У Бреста В Северной Атлантике Ну вот Всё Примерно Так Получается Давайте Ещё раз В Северном море По-прежнему Действует Подводная лодка Её мы поставили Две из трёх Подводных лодок Расположены В Кельском море То есть Две из трёх Подводных лодок Расположены В Кельском море Отбыли В Шербур То есть Они такие Хоп Сюда приплыли Одна там Осталась Из трёх Подводная лодка Одна Вышла из Шербура Чтобы встретиться С лодкой Действующей У Бреста То есть У Бреста Получается Их две Так Давайте Ещё раз Внимание Ещё одна Танковая дивизия От Блавгавр Давайте тут Разбираться Тоже Видимо Нужна С учётом Того Что кто-то Прибыл Кто-то Убыл Ну ладно Это прикольная Головоломка Она такая Прикладная Достаточно Обнаружены Две зенитные Батареи Близ Дувра То есть Ну вот Раз Ну очевидно Одна С этой стороны По-другому Не знаю Как поставить Похоже Я ошиблась С картой То есть Мне нужно Что-то Ещё Поставить Ну типа Правильно Да Блин Танковая дивизия Выходит из Шербера Чтобы достичь Зенитной батареи У Бреста Танковая Дивизия Выходит Из Шербера Чтобы Дости Зенитной батареи У Бреста Ну формально Я правильно Поставил Она вышла И идёт Зенитная батарея Близка Она по-прежнему Активна Ну да Всё правильно Расставлено Чё вы ещё От меня хотите Надо проверить Отчёты Надо проверить Отчёты Танковая Это конечно Замечательно Да Но Оказалось Ещё не так Просто Конечно По-моему Вот это так Должно Выглядеть Одна здесь Одна здесь Похоже Я ошиблась С картой Ну Я на самом деле Почти правильно Сделал Я вот сейчас Быстренько Глянул Чё вообще У меня в этом Ну в прохождении Глубо говоря Заглянул Вот здесь Должна быть Позырка Ещё одна Кажется Я обозначил Это Всё Похоже Здесь Юнта Дорогуша Здесь Меня можно Звать Настоящим Именем Прости Никак К нему Не привыкну Для меня Ты всегда Будешь Рыжей Юнтой Миленько Это Лени Придумала Да Разбаловала Ты эту Малявку Да ладно Тебе Что ты здесь Делаешь Я так рада Тебя видеть Исполняю Свой долг Дорогуша Галерея Пригласила Меня на Конференцию И я пользуюсь Шансом Доложить Руководству Потом Будет Долгий Перерыв Полагаю Выбираться С оккупированной Территории Всё сложнее Даже Для такой Известной Сторонницы Режима Как я Скажи-ка А как Ты здесь Поживаешь Я Ну Леон Пропал И Наверное Семь лет Уже Как погиб Где-то В Балтаяре И то Что стало С родителями Понимаешь Как я Но Это уже Словно Как Как Сон Юнта Давний Сон Особенно Она А я Не хочу Чтобы Она Понимаешь Чтобы Она Моя Анна Просто Исчезла Я Прости Юнта Давай Сменим Тему Конечно Дана Что Это Это Тебе Работа Да Да Союзникам Нужен Человек Для Операции С 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 отвечать не надо. Если ты откажешься, все поймут. Мы знаем, какие у тебя воспоминания о Вагине. У тебя есть время подумать. Но прежде чем ты решишь, тебе нужно установить группу сопротивления, которая проведёт операцию. Всё изложено здесь. Разумеется, всё секретно. С документами нужно работать здесь, в этом кабинете. Используй вот эту штуку. Но как ей пользоваться? У тебя всё получится. Ты ведь умна, мой маленький виртуоз. До встречи. Что ж, пора за работу. Да что ж такое-то. Я закончить уже хотел. Так, подготовить задание. Очень пневматический телеграф. Ну давайте прочитаем. Направление специальных операций Foreign Office, Лондон. Совершенно секретно. Так. Агент Роуз, нам нужны добровольцы для важной операции вредах сопротивления одной из оккупированных стран. Страна вам хорошо известна. Это Астерталь. Если вы согласитесь на задание, вас десантируют Блиссвагена, чтобы вы могли скоординировать эвакуацию гражданского населения и доставить его в Швейцарию. Для этого вам в помощь будет придана одна из основных групп сопротивления в регионе. За прошлые годы эта группа добила значительных результатов. Вне зависимости от того, согласитесь вы или нет, на это задание сегодня нам нужно будет установить эту группу среди других небольших групп, действующих в Астертале. В целях соблюдения секретности вам запрещено покидать рабочее место, пока вы не установите группу. Мы дали вам временный доступ к находящемуся в вашем кабинете в пневматическому телеграфу. Это военная помощь нам от французского инженера. Данная машина позволит вам запрашивать все необходимые документы. Ну, в общем, тут есть еще чем заняться, но, блин, у меня уже, к сожалению, опять время подходит к концу, так что получилась в очередной раз коротенькая серия, но в любом случае благодарю за просмотр и пока-пока.